Как тебе не стыдно? Это все из-за тебя? Это ты виноват? Слышали такие фразы? Но, к сожалению, многие из нас говорят сами себе такие фразы в течение всей жизни, виня и осуждая себя за какой-то поступок в прошлом. И, быть может, тот, кого мы обидели давно уже тысячу раз, нас простил, а мы сами себя простить не можем. И такие чувства, как чувство вины и стыда, очень часто идут рука об руку, поэтому важно их различать. Чувство вины – это когда я сделал что-то плохое, когда я допустил ошибку. Чувство стыда – это когда я плохой, то есть я и есть ошибка. И в этом плане чувство стыда – оно более разрушительное для самооценки и бьет напрямую по личности. Вообще эти два чувства существуют для того, чтобы контролировать порядок в социуме, в обществе, чтобы люди не нарушали его. И, в принципе, иметь чувство вины – оно необходимо. Это как некая совесть для ребенка, но дозировано. При этом в каждом обществе есть свое понятие о норме, о порядке, и что в одном обществе будет стыдно, в другом обществе будет похвально. Поэтому нет какого-то универсального мерила, что является стыдным, постыдным, а что не является таким. При этом, если чувство вины – оно более условно, можно сказать, конструктивное, оно указывает на нашу ошибку, на какой-то проступок, который теоретически можно исправить, то чувство стыда – оно бьет по самой личности и разрушает его, испепеляя нас изнутри. Недаром есть такие фразы «сгореть от стыда» или «провалиться сквозь землю». Или еще чувство стыда – оно созвучно со словом «застыть», да, не знать, что сделать в данную минуту». Например, представьте, вы сейчас едете в людном транспорте и пукнули на весь автобус. Какие эмоции вы испытаете, да? Наверное, вы покроетесь краской, наверное, вам захочется провалиться сквозь землю и не знать, что делать. Вот характеристики чувства стыда. И очень часто, когда ребенка ругают или воспитывают в детстве, там примешивают вот это чувство стыда, говоря такие фразы «как тебе не стыдно» или «фу, позорище», при этом разрушая самооценку ребенка. Лучше использовать более конструктивные фразы, например, проговаривая свои эмоции. Например, можно сказать «мне не нравится то, что ты сделал», «мне неприятно», «мне даже противно может быть». Но я понимаю, жизнь продолжается, давай подумаем, что ты сделаешь в следующий раз, чтобы не допустить этого больше. Потому что если мы апеллируем к чувству стыда, то такой человек во взрослой жизни, он продолжит себя стыдить, даже если родителя нет рядом. Он может стыдить себя за все, что угодно. За внешность, за то, как он общается с противоположным полом, за свои какие-то кривые руки, ноги, зубы, за все, что угодно. Чувствуете? Не винить, а стыдить. И вот этот всепоглощающий, испепеляющий стыд, он очень разрушающий. Я как-нибудь в ближайшем будущем сниму для вас видео, как избавиться от этого чувства стыда. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Ну а сегодня мы поговорим только о том, как избавиться от чувства вины. Вообще, избавляться полностью от чувства вины не нужно. Все должно быть в балансе. Потому что чувство вины, оно помогает ориентироваться вам в обществе и не совершать какие-то непристойные поступки. Но если вы каждый день испытываете чувство вины за какой-то поступок в прошлом, который вы совершили, ну не знаю, например, то, как вы воспитывали ваших детей, или наоборот, то, как вы вели себя с родителями, или то, что вы не смогли сохранить семью, или то, что вы совершили какую-то подлость, то это уже начинает разрушать вас. Как это происходит? Это могут быть различные психосоматические заболевания, начиная от беспричинного кашля, заканчивая аллергией и онкологией. Это могут быть случайные порезы, ушибы или какие-то другие происшествия. Замечали такое в своей жизни? Почему это происходит? Дело в том, что в нашей культуре, чтобы избавиться от чувства вины, нужно получить наказание. И вот ваше подсознание таким вот образом ищет различные наказания, чтобы избавить вас от чувства вины. Поэтому простить себя и избавиться от чувства вины, это выгодно вам самим для того, чтобы перестать себя наказывать физически и психологически. Итак, как же простить себя за какой-то поступок, за который вы уже вините себя много-много лет, например? Я утверждаю, что то, за что вы себя вините, вы там не виноваты. И вообще никто ни в чем не виноват. И сейчас я вам это докажу. Представьте, что вот сейчас вы смотрите в телефон, например, смотрите это видео, и решили написать какой-то комментарий. Да, кстати, напишите комментарий, как вам это видео, как вам эта теория, о которой я сейчас вам поделюсь. И вы пишите какие-то буквы, но они не отображаются на телефоне, комментарий не оставляется. Более того, телефон вообще выключается полностью. Ответьте мне на вопрос. То, что телефон выдал не ту реакцию, которую вы хотели, то есть он выключился, он в этом виноват? Нет. А кто виноват? Ну, либо разработчики его, либо вы не на ту кнопку нажимали. Правильно? То есть условно телефон можно разделить на несколько составляющих. Первое, это его микросхемы различные, там железячки внутри. Второе, это программное обеспечение. То есть те программы, которые в него внесли. Например, вот эта программа YouTube, через которую вы смотрите данное видео. Ну и третья составляющая, это вы как внешний фактор. Например, как именно вы нажимаете кнопки, где находится телефон, может быть на морозе, минус 50 градусов и так далее. И телефон дает какую-то реакцию. И он в этом не виноват, что он дает ту реакцию, которую он дал. Так вот, человек, это тот же самый телефон, но только в нем микросхемы. Это его тело, его гены. Мы знаем, что, например, темперамент он дается с рождения, активность, эмоциональность, чувствительность, она закладывается в ребенке с самого рождения и остается на всю жизнь неизменной. Такие параметры, как сколько у человека, не знаю, там, рук, ног, зубов, это все его тело, и оно влияет на, так или иначе, на реакцию. Гены, чувствительность таким гормоном, гормоном как дофамин, количество рецепторов к дофамину, количество рецепторов к кортизолу, к окситоцину. Это все влияет на то, как человек будет склонен к депрессии или не склонен к каким-то сильным реакциям. Поэтому это нужно учитывать. Вторая составляющая, это его программное обеспечение. У человека что это? Ну, конечно же, его воспитание, его какие-то установки, его жизненный опыт, который он несет каждый день с собой. Ну, и третья внешняя составляющая, это та ситуация, которая с ним произошла. И в одной ситуации, если, например, вы вежливо спросили у человека, извините, как пройти в библиотеку, да, и человек вам скажет, да пошел ты нафиг, то другой он скажет, да, пожалуйста, вон туда проходите. Почему? Одно и то же взаимодействие, но две разные реакции. Потому что один, например, с детства выучил при помощи родителей, что никому все, мир опасен, никому не помогая, ни с кем не общаясь на улице. А другой, например, он понимал, что мир дружелюбный. Или у первого человека очень сильно что-то болит, или он потерял, может быть, близкого человека, его жизненный опыт, да, а у второго все хорошо. И поэтому такие разные реакции. Я понимаю, что кто-то из вас может сказать, какое кощунство с раннего человека, с телефоном, или с компьютером. Но если вы посмотрите, то все, что есть в нас, это либо программы определенные, которые дают ту или иную реакцию, либо наши гены, тело, микросхемы, и наша психика, у кого-то она более устойчива, у кого-то менее устойчива. И если, например, вы вините за то, что вы, может быть, когда-то били своих детей, или плохо их воспитывали, это вы сейчас понимаете, что да, это было плохо, а сейчас у вас есть свой опыт, может быть, сейчас вы стали более сдержанным. Но там и тогда, это был совершенно другой человек. И он не мог поступить иначе. Здесь, да, потому что за это время он изменился. Но тогда это был абсолютно другой человек. Есть даже такая фраза, не суди о другом, пока не пройдешь милю в его башмаках, в его макосинах. Потому что, может быть, тебе так они будут натирать, что ты легко сорвешься тоже на гнев, или на какую-то ярость. Поэтому не нужно других осуждать. Даже сейчас, посмотрев это видео, вы, возможно, не совершите завтра какой-то негативный поступок, за который вы себя бы, может быть, винили. Почему? Ну, что-то у вас перещёлкнуло, какая-то мысль родилась, какой-то опыт проанализировался. И это нормально. А мы меняемся каждый день, мы меняемся каждую секунду. Поэтому, если вы до сих пор вините себя за то, что было там и тогда, знайте, вы не могли поступить иначе. Теоретически, да. Вы даже, может быть, через минуту уже понимали, эх, зачем я так сделал, зачем я так поступил. Но это уже другой человек. Это уже, например, эмоционально остывший был человек, или человек, который поместился в другие обстоятельства. Но там и тогда вы выбирали наилучший способ реагирования на ту ситуацию, исходя из вашего жизненного опыта, воспитания, вашей генетики, вашей психики, и той ситуации, в которой вы были посвящены. Любая ситуация. По сути, это очень оправдательная техника. И вы можете сказать, ну тогда и какой-то маньяк-убийца, он тоже в этом не виноват. Адольф Гитлер не виноват в том, что убивал тысячи и миллионы людей. Если придерживаться этой теории, то да. И если вы поизучаете детство многих убийц и различных там маньяков, то это, как правило, либо люди, которые генетически имели отклонение. Например, у многих из них наблюдалась невозможность, неспособность чувствовать боль другого человека, отклонение физиологическое в мозгу. Либо, как правило, подавляющее большинство из этих людей в детстве были сами жертвами насилия и насильников. Но мы не стремимся сейчас оправдать весь мир. Это, наверное, только святые люди могут это сделать. Наша задача — это оправдать самого себя. Просто поймите, что в тот момент времени вы выбрали наилучший из возможных, доступных вашему сознанию способа реагирования. И да, возможно, это была какая-то подлость, да, возможно, это было очень деструктивно по отношению к другому человеку, но вы физически не могли поступить иначе. Если бы взять другого человека и поместить в ваше тело с самого детства, с воспитанием вашими родителями, имея тот опыт, который вы получили в детстве, в юности и всей жизни, он бы в той ситуации поступил точно так же, если вот абсолютно все сделать идентичное. Поэтому помните, в каждый момент времени вы выбираете наилучший из возможных поступков. Да, он может быть не самый лучший по отношению к другим, но это из лучших, из возможных. Также, чтобы не испытывать чувство стыда, я очень рекомендую разделять поведение и личность свою и вообще других людей. То есть, поведение может быть каким угодно, хорошим, плохим. Личность же внутри глубоко остается всегда позитивной. Например, вы можете падать на самое дно, совершать ужасные поступки, проявить самые низменные черты вашей личности, но это не значит, что вы плохой. Или же вы можете заниматься благотворительностью, помогать брошенным людям, брошенным животным, проявлять самые лучшие свои черты характера, но это вовсе не значит, что вы хороший. Глубоко внутри вас душа и сердцевина остаются такими же, какой бы поступок вы не совершили. Любой из нас может совершить поступок самый ужасный и самый хороший. Также помните, что вина это такая гордыня снизу. То есть, когда вы обвиняете себя или кого-то другого в чем-то, значит, что у вас есть некая картинка идеального человека, то есть, как должен поступать идеальный человек. И каждый раз, когда вы выбиваетесь из этого идеального шаблона поведения, вы себя начинаете обвинять. Но подождите, вы ведь живой, вы не святой, вы нормальный человек, который совершает ошибки. Дайте себе право совершать ошибки. Мы не идеальные люди, которые живем в неидеальном мире и совершаем неидеальные поступки. И в следующий раз, когда вам захочется обвинить себя в чем-то, Скажите, я сделал все, что мог, а остальное как получилось, потому что в этой жизни не все зависит на 100% от меня. Да, конечно, кто-то из вас может сказать, ну это очень оправдательная фраза, но мы сейчас с вами записываем видео не по теме того, как достигать 10 целей из 10, а как раз-то вот для таких людей, которые привыкли достигать 10 целей из 10, таких невротиков, которые не дают себе права на ошибку, вот как им начать жить более гармоничной и счастливой жизнью, дать себе возможность ошибаться и быть неидеальным. Также заметьте, что когда вы очень часто осуждаете себя и вините себя за что-то, например, за то, что съели сладкое много или за то, что сорвались на ребенка, я уверяю вас, это значит, что внутри вас есть некая часть вашей личности отщепленная, чаще всего это родительский интроект, которому без разницы кого осуждать. Он может осуждать себя или других, но себя, как правило, как-то не очень приятно, поэтому нередко вот этот осуждающий критик переносит свой фокус на других, то есть он проецирует свои качества на другие и осуждает их в нем. Как это может быть? Например, вы такой человек, который очень следит за своим внешностью, за своим лишним весом, чтобы его не было, тренируетесь, не позволяете себе есть сладкое или мучное, особенно на ночь, и вы в такой идеальной фигуре, а когда срываетесь и съедаете очередную булочку, начинаете себя за это винить и осуждать. Но вы начинаете также и подмечать эти недостатки в других людях, осуждать их, например, ага, вот тебе бы не мешало пойти в спортзал, а тебе сесть на диету. Но при этом вы можете выглядеть действительно идеально и эталонно, быть тем человеком, который имеет право так говорить, но если человек такой срывается, он падает в глубочайшее чувство вины. Или другой пример, когда девушка росла, например, в такой абьюзивной семье, где с ней плохо обращались, и во взрослой жизни она сказала, я никогда в жизни не буду срываться и кричать на своего ребенка. И действительно, она очень редко это делает, но в те моменты, когда она это делает, она также падает на самое дно в своих глазах и осуждает себя за это. Но зато в другие моменты, когда она этого не делает, она осуждает других, например, какую-то мать, которая накричала на ребенка или дала ему подзатыльник, сразу подвергается ее внутреннему осуждению. Поймите, это определенная часть личности, которая выгодна, которая привыкла осуждать себя, других и разделять мир на черное и белое. Если вы в себе тоже обнаруживаете такую часть личности и хотите от нее избавиться, то я приглашаю вас на мою индивидуальную консультацию для того, чтобы избавиться от нее, либо компенсировать и уменьшить максимально, чтобы она перестала отравлять вам вашу жизнь. Ссылку для того, чтобы записаться на мою консультацию, вы можете найти в описании к этому ролику. Также подписывайтесь на мои соцсети, там я даю другой материал, которого нет здесь на YouTube. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пишите свои комментарии, что вам запомнилось, что понравилось. С вами был Константин Никулин. До встречи в новом видео.